добрый день уважаемые любители распиленных масляных фильтров сегодня мы посмотрим сможет ли отечественный производитель выполнить программу импортозамещения конкретно посмотрим из чего у нас сделан фильтр пекар надежность в деталях поставщик на конвейер посмотрим что у нас идет на конвейер фильтр внутри чистый ржавчины нету такая информация нанесена снаружи указан номер применимость можете поставить на паузу посмотреть если здесь ваш двигатель идем дальше платительная резинка как она и на невском фильтре сидит плоховато но лучше чем на низком фильтре по крайней мере если запихать она хоть на месте еще более-менее пытается держаться не вылетает при любом случае резьба обработана хорошо есть остатки шлифования вот какие-то остатки заусенцев здесь резьба чистая не такая как в немском фильтре который как после чернового метчика мать более-менее резьба как отполирована понятно что не полирует просто накатана поле менее чисто обратный клапан так назовем его из силикона в таблице помечаю чтобы было понятно как они у морозостойкость в данном случае в минус 20 клапан абсолютно не теряет эластичность покажу что резину саму форму скопировались фильтром on вот это в правой руке мне резинка от фильтром on 719 45 китайского черная резина но как бы виден все элементы вот это вы скопированы полностью копия обратный клапан сидит на себе хорошо довольно таки неплохо поджат катушкой смотрите как это сделано называю преднатяг миллиметра три есть все должно быть герметично все узел намного лучше сделан чем в невском фильтре где резинку в вагинала в обратную в обратную сторону заливка герметиком посредственная здесь очень тонкий слой как бы равномерный излишков герметика нет в виде капель здесь получается здесь наружу много герметика здесь внутри мало если это под пальцем провести по бумаге чуть то все же складки отрываются от этого герметика то есть выглядит это вот так вот возможно при температуре масла 100 градусов при небольшом давлении так можно то все отойти перепускной клапан из резины работает отлично поджат пружины через стальную шайбу сделано все грамотно дорогих импортных фильтрах дорогих в нормальной давление перепуска 144 атмосферы получается это седло как-то все это выглядит я думаю видно как это как-то все под конус это провалено непонятно вот подпорная пружина катушки тоже зерба углубление небольшой когда сидите на а вдруг при сборке день сместиться в бока на при сборке в общем какие-то элементы сделаны хорошо как вот это стальная шайба между пружиной и резиновым клапаном остальное все какое-то центральная туба на обычная перфолента есть мехобработка какая-то снаружи внутри проката на роликом опасных загосинцев которые могут отвалиться полететь двигатель нету сейчас вам покажу тубу с невского фильтра не только диаметр разных потому что потому что потому казалось бы диаметр фильтров одинаково что на невском что на этом на вот на пикаре решили больше сделать взять тубу так они идентичны натуральный одинаково кого-то на одном заводе это сделано больше всего вопросов фильтрующего материала фильтрующий материал знаете продается в магазинах двухцветный сыр желто-оранжевая текстура вот такая такая же самая бумага тоже как желтая с оранжевыми вкраплениями камера получится получится камере передать это ли нет по моему не очень-то видно толщина бумаги 0 26 миллиметра что опять же очень тонкая но толщина больше чем в невском фильтре то вообще в 02 миллиметра плессировка какая-то непонятная я думаю видно как это все выглядит для примера сейчас вам приложу бумагу с фильтра евро репер толщиной 0 4 миллиметра как это выглядит вот разница это снизу пикар а сверху евро репер по толщине тоже видно разница если допустим взять 5 складок здесь 5 складок здесь сложить прижать вот сверху толщина 0 4 миллиметра снизу толщина бумаги 0 26 бумаги очень мало 7 грамм столько бумаги кладут фильтра рено клеила дастер где высота фильтра 50 миллиметров и диаметр меньше то есть вы взяли фильтр типа размера и высота у него есть и диаметр не есть больше а бумаги положили как маленький фильтр как-то использовали данное пространство фильтрами как мы не использовали так что вот так вот какие-то элементы сделаны хорошо сделан хорошо перепускной клапан сделан отлично обратный клапан резьба выполнена нормально все прилегает герметично возьмите вы материал подороже не знаю какой этот производитель по моему это явно не алекс торм который шведский взяли бы бумагу 0 44 миллиметра толщиной или как в мале 0 6 миллиметра у фильтр бы заслужил оценку 5 а так лично с такой из бумага из такой вы заливкой такого качества когда все это еле держится отваливается лично себе побоялся бы ставить такой фильтр так что переходите по ссылке в описании к видео там начинает формироваться таблица на фильтра для ваза пока только два фильтра но со временем таблица будет пополняться в планах распилить 30 фильтров на вас спасибо за внимание импортозамещение в этот раз опять не получилось наверное больше такие фильтра пилить не буду ничего интересного здесь не получилось всем спасибо за внимание до свидания